Девушки отдыхают Ну, наверное, антеграмм, потому что-то запретно, да? Большая часть здесь сидящих не очень вообще понимает, что происходит. Просто дети и юное поколение нынешних времен не очень понимают, что срока давали за книги. Не за писание, а за чтение оны. Свердло с 80-х это было серое, уебищное место. Вовка, мы не понимаем, почему ваш совковый город такой кайфовый. А почему он был такой кайфовый? Интеллигенция, она была здесь. Здесь были архитектурные институты, которые в принципе... Что такое современная модная культура? Говно! Тогда прийти просто в архитектурный институт и посмотреть, чего одевают. Одеть то же самое, и ты уже чувак. Батисты просто было клево. Это было классно. И свободно. Вот все те, кто были там пусть трезвыми, пусть пьяными и так далее, не были свободными. Они слушали то, что им хотелось, и те, кто играли, были свободными, и те, кто слушали, были свободными. Как это было? Ко мне приехал Фейн и говорил, слушай, мы хотим привезти майка. И одного еще корейца, ты его не знаешь, фамилия от Сой. Нарезали открыточки со штабиком, осторожно говорю. Продавали их по рублю до трех. Мы продавали их в общежитии пединститута. Ну, когда они приехали, это тоже было невероятно. То есть, вроде, мы слышали на каких-то бобинах, значит, магнитофонах, и тут живые герои. Если бы не было бы пропаганды, вы бы занимались тем, чем занимались в 80-х? Абсолютно некорректный вопрос. Чего бы история не знает со слагательным поклонения, если бы твой папа бы не встретил твою маму? Маленький сюрприз для вас. Вы, Василия, готовитесь выступить с таким небольшим посланником. Субтитры создавал DimaTorzok